Началось все это еще год назад, когда сфальсифицировав сначала создание городского округа, а потом выборы, фактически отняли людей, право избирать самим депутатов, и сельское поселение уничтожили. А во главе сельского поселения была местная жительница Бринкова Елена Ивановна. Очень уважаемый, хороший человек, который все делал вне зависимости от команд Единой России или каких-нибудь властей, а делал все для людей. А потом пришли к власти граждане, которые поставлены сюда Единой России, и рейдерами, к сожалению. Постепенно заменяя начальника территориального отдела, потом директора школы, а теперь директора Дворца культуры, они тут решили устроить такой из нашей территории социального оптимизма территорию, которую точно оптимистичной не назовешь. И началась война. Война между жителями, хорошими людьми, людьми, которые хотят, чтобы были бесплатные кружки, власть была адекватной. И этими самыми бандитами, по-другому я их не назову. Потому что такие действия, которые были предприняты во Дворце культуры, иначе как противозаконными и бандитскими не назовешь. Ну и если по порядку, то да, действительно Дворец культуры был в свое время передан в оперативное управление в здравительный центр. Это такая структура, которая на 100% принадлежит совхозу, но занимается как раз оперативным управлением различных объектов, которые предназначены для социального развития его поселения. Это и поликлиника, это и спорт, это и культура. И у него в оперативном виде находится Дворец культуры. А там есть договор между нами и муниципальным учреждением Центра культуры совхоза Ленина, который когда-то был создан Добренковой, для того, чтобы культурно-массовую деятельность, ну и спортивную деятельность, другой еще один центр, воплощать. И все кружки были бесплатными, и это обходилось в бюджет в определенную сумму денег. И мы все-таки помогали ему, устанавливая низкие ставки аренды, помогая с точки зрения организации производства, организации культурных мероприятий. А теперь пришли какие-то совершенно неадекватные власти, которые вдруг назначили директором Центра культуры сослуживца одного из депутатов Государственной Думы от Единой России Саблина, который решил, что здесь нужно устроить войну. И совершенно незаконно, мы это уже теперь выяснили, пригласил какую-то так называемую охранную структуру, которую на самом деле даже в реестре нет. По фотографиям этих людей видно, что это такие видавшие виды бойцы или борцы с переломными ушами, не представляют, кто они такие. То есть, они даже не называют фамилии, имя, отчество. И без всяких, скажем так, оснований, без договоренностей, просто захватили дворец культуры. И два или три дня они там сейчас ночевали, устроили там помойку, буквально дворец культуры не предназначен для того, чтобы ночлежку там устраивать, а там восемь человек ночевают мужиков. И понятно, что ни нардин здравомышленный, скажем так, родитель не поведет туда детей, потому что туда уже был случай, главное, бухгалтера не пустили. Они не могут идентифицировать наших жителей, ну, понятно, что они даже не понимают. И своих работников. То есть, своих работников не пускают. И идентифицировать, да. И такое противостояние между жителями и теми, которые захватили дворец культуры, а также группой молодых людей, которые, видно, боевое братство, которое их там патриотически учит, научило их, в том числе, и рейдерским захватам. Просто пришли, встали около здания дворца культуры и решили не пускать работников совхоза и работников дворца культуры в здание. То есть, практически препятствовали проходу. На вопрос, а что вы тут делаете? Ответ один. Нас прислали. А кто вы такие? Фамилия, имя, отчество. Ну, понятно, что сейчас маски им дают возможность вообще лица скрывать. То есть, они, как бы так, прячутся всячески. Не представляются. Вот. Ну, а представитель вот этого главного рейдера, Рота Агро, адвокат, который имеет доверенность от вот этой вот абсолютно, ну, скажем так, я бы так сказал мягко, представители роты, которые оказывают постоянные убытки, но рассказывают, что все время хотят помочь в производстве селькозпродукции, а также детям. Я удивлен просто, когда мы видим их балансы, понимаем, что там никаких денег нет. И все они на самом деле либо работают в черную, но зато мы тут разбирались, сколько они производят. Рота Агро производит с 20 тысяч гектар продукции меньше, чем Савхос Ленина, с двух. У них столько же тракторов, сколько и у нас. Только у нас 2 тысячи гектара, а у них 20 тысяч. То есть, они по энергонасыщенности, по зарплате, по всем показателям находятся в глубоком минусе. И как только берешь их балансы, понимаешь, что их давно уже было обанкротить. Но, несмотря на это, они находят деньги для того, чтобы содержать огромную армию юристов, огромное, скажем так, количество вот этих бойцов, которые, понимаешь, что они бесплатно организовывают различные мероприятия. Последнее мероприятие было, они тут бегали с плакатами. Я вот удивлялся. Она говорит, попробуйте вы с плакатами выйдете, просто с пустым ватманом, вас сразу схватят. Она говорит, а тут совершенно безнаказанно группа молодчиков, которые ходят, и никто их не останавливает, а полиция к ним относится очень мягко, можно сказать, лояльно. Но это же и произошло, когда полицейские приехали, к сожалению, разбираться. Люди, которые не показывают ни паспортов, ни документов, у них нет трудовых договоров на работу в какой-то охранной фирме, у них нет лицензии, у них нет ничего, и они оказались во Дворце культуры и так и остались там сидеть. А вот этот директор, который назначен 1 декабря, за вот эти вот небольшой промежуток времени устроил такое, то есть то, что мы никогда вообще представить себе не могли в совхозе Ленин. Вместо того, чтобы начать работать и заниматься непосредственной деятельностью, а у него там куча проблем, мы вынуждены были дважды указывать им на то, что противопожарное состояние объекта просто ужасающее. Мало того, теперь он привел туда людей, которые курят во Дворце культуры, это категорически запрещено. Вчера пришли вместо этих охранников и другие, которые все в зеленом, и сказали, что другая компания, Рота Агра, нет, группа Р, охранная фирма Р-Групп. Р-Групп. Да, и они тоже ночевали, они как будто не знают, что есть положение об охранной деятельности. Ночевать на объекте, это невозможно просто. Мало того, у нас на объекте есть режим пропускной, который нарушается. Ну и поэтому мы с Анастасией пытаемся через правоохранительные органы, через учредителя вот этого центра культуры, а это некто Спасский такой, глава администрации, который назначил полковника в отставке главного разведывания управления директором Творца культуры. То есть, вот эти назначения, когда берут, например, человека из Истринского района, который никогда в районе не был, и, ну, скажем так, его там в Истринской школе не приняли, выгнали просто, и берет, ставит директором школы в совхозе имени Ленина. У нас такое ощущение, что как будто в Ленинском районе или в Ленинском городском районе ни одного учителя нет нормального Лизавыча, который можно постаровать директором. Берет абсолютно неизвестного человека, ну, я понимаю, что это все по рекомендации Единой России и этой роты, и боевого братства, и ставит, например, начальника территориального отдела некто Извекова, который вообще ничего не понимает. Вы тут показывали его разъяснение, он путается, то есть, с разницей в час он совершенно разные, скажем так, показания дает. Вообще ничего не понимает. Но только занимается тем, что тут скандалы устраивает. Или ставит вот этого Жукова, которому говорит, слушайте, у вас проблема в другом. Ну, давайте так. Он не имел права заключить контракт, потому что в смете его бюджетного учреждения не предусмотрены расходы на охрану. Он не имел права подписывать документы, потому что он даже не занесен пока в реестр, он не директор. Он не имел права подписывать контракт, потому что закон 44 ФЗ о контрактной системе не позволяет ему это делать. Есть особый порядок заключения договоров. Но, несмотря на это, ему все входит с рук. Он ничего не боится, потому что за его спиной стоит его однополчание, человек, с которым он вместе учился, Саблин. А у Саблина абсолютная поддержка властей. Ну, это видно сразу. И мы с этим, как левиафаном, который к нам заполз. Ничего сделать, как будто мы не можем. По закону. Поэтому мы сейчас написали... Да, Настя? Мы сейчас написали, ну, естественно, заявление в полицию. Мы написали заявление в прокуратуру. Отправили главе Ленинского городского округа Саблина. Тому, как он назначил этого персонажа. Да, собственно, руководителю, который за это должен отвечать. Ну, и мы все-таки надеемся, что 30 декабря у них закончатся договор, и они добровольно съедут с Дома культуры. Продолжение следует...